всем привет народ давненько меня просили снять подобное видео но все не было времени сегодня я снимаю его и постараюсь ответить на ваши вопросы речь пойдет о проверке катушки зажигания от скутера обычный китайский скутер они сейчас довольно распространены и довольно нередко ломается бывает также что проблема поршневой группе проблема в топливной системе а также бывает проблема зарядкой и конечно же с искрой зажиганием и часто очень часто задают один и тот же вопрос можно ли тестером проверить катушку зажигания что я вам скажу чтобы не тянуть время отвечу сразу сто процентов таким способом вы не проверите по одной простой причине потому что катушка состоит из первичной обмотки низковольтной и вторичной высоковольтной и если между первичная обмотка и вторичная есть пробой внутри то проверяет тестером целостность обмоток сохраняться будет то есть тестер пока что все нормально но при этом при работе катушки у нас разряд будет происходить не в свече в зазоре свечи а внутри катушки то есть это же искра будет проскакивать внутри катушки не доходя до свечи или через раз то есть двигатель будет работать с перебоями так что сто процентов проверить получится только подменой заведомо рабочей катушки либо установки своей катушки на заведомо рабочий скутер но есть возможность проверить обмотки потому что иногда случается так что просто-напросто внутри заливки от клеммы пайка там плохая просто-напросто отваливается провод да кто-то скажет тут компаунд залито как она может отвалиться бывает пустоты около клемм и разбирая катушки не раз приходилось наблюдать что просто обрыв для этого мы включаем тестер режим измерения сопротивления или прозвонки ну лучше конечно сопротивление у меня тут автовыбор вы можете ставить сразу на 20 или 200 ом для проверки первички низковольтной смотрим здесь у нас показывает 1 и 2 но с учетом погрешности самих щупов тут порядка 0 5 0 8 ом до обмотка целая обрыва нету то есть косвенно уже можно надеяться что катушка зажигания рабочие также у нас имеется вторичная обмотка высоковольтная проверяется она очень просто тут у нас зеленая клеммка это масса черная это уже с коммутатора в принципе без разницы хоть к одной клемме хоть 2 прикладываем один из щипов прибора предел измерения уже надо ставить порядка 20 килоом а вторым шипом касаемся высоковольтного вывода 3 и 1 килоом принципе если бы у вас было к примеру 1 килоом или там 500 600 он такая катушка уже не будет работать часть витков значит уже сплавилась замкнула но вот это вот заведомо рабочая катушка тут 3 килоом а также работали катушки на 4 на 5 килоом но снова повторюсь не зацикливайтесь на показаниях на цифрах то есть этим способом мы определяем только отсутствие обрыва не более того также можем найти короткое замыкание если будет показ по нулям ясно что высоковольтная катушка замкнута и такая катушка зажигания работать не будет смотрите снова проверки прикладываю к одной клемме ко второй клемме все показывает но такие показания могут быть и на абсолютно рабочей катушке зажигания то есть вы проверили прибором смотрите радуетесь все отлично все работает ставите либо работает с перебоями либо не работает вообще так что учитывайте этот факт даже то что вы положите свечу на цилиндр покрутите стартером вы видите что есть искра не гарантирует что эта искра будет под давлением то есть именно во время такта сжатия когда давление максимально просто напросто напряжению не хватит так скажем сил пробить искровой промежуток сече зажигания и на неисправной катушке если пробой межвитковой изоляции естественно на высоком напряжении легче пойти по пути наименьшего сопротивления где расстояние меньше и она будет пробивать внутри катушки опять же вы выкручиваете свечу смотрите искра есть закручиваете нету такое тоже бывает это не редкость так что учитывайте этот факт ну а я пока с вами прощаюсь надеюсь я ответил на ваши вопросы если появится еще какие то вопросы задавайте в комментариях постараюсь на них ответить желаю всем успехов чтобы поменьше поломок было потому что сейчас самый сезон хочется покататься насладиться встречным ветром природой кто-то есть на рыбалку кто-то еще куда то есть в общем наслаждайтесь поездками поменьше простаивайте в ремонте ну и конечно же берегите себя скоро увидимся